сегодня нам исполняется нашей церкви исполняется 27 27 лет и мы решили как обычно мы не устраиваем каких-то конференций еще что-то но мы пригласили в нашу церковь прекрасного служителя очень сильного и мудрого оратора и друга как нашей с дианой семьи так и всей нашей церкви вот который оказалось у нас даже в девяносто пятом году здесь уже был в наши в нашей церкви и если он до сих пор приезжает значит это на самом деле господь нас связал потому что обычно человеческие отношения за это время как правило распадаются и поэтому я хочу с удовольствием все пригласить на этой сцену пастора церкви слова жизни города нижневартовска епископа церквей по хантамансийскому автономному округу василия витюка и я прошу чтобы мы горячо по уральски поприветствовали его один-два-три я на прийти пожалуйста а я горячо по-сибирски поздравляю вас доброе утро и вся слава господу дорогие друзья я я просто очень рад быть с вами а мне двойная радость и двойное удовольствие быть с вами в этот замечательный день когда вашей церкви исполняется 27 лет я искренне поздравляю вас и хочу сказать что вы благословение лично для меня и для многих для многих 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 и можно я вот я не вычего этот букет но это поздравление для для всех вас что поздравляю вас благословляю что и может быть ведь может быть вы не знаете что на этой неделе еще было одно замечательное событие просто потрясающе межгалактического значения и знаете мне поставить это был день рождения в среду 28 числа я хочу хочу при всей церкви выразить свою признательность благодарность и конечно виктор спасибо за годы дружбы ты ценнейший дар для моей жизни для жизни многих спасибо огромные и так поздравляю вас благословляем и день рождения день рождения церкви личные и если вы если вы еще не подарили подарок то у вас будет такая возможность не во время служения после служения или на на нигеле или как вы уже слышали виктор принимает подарки до 15 июня до 15 июня да хорошо а с 15 уже принимаю на следующий год на следующий год хорошо замечательно быть вместе и вместе с господом иисус сегодня с нами иисус сегодня с нами по одной простой причине потому что мы собраны во имя его а он однажды сказал что если мы соберемся во имя его то он будет среди нас и господь никогда ничего не говорит если он это не собирается делать а если он что-то сказал то он обязательно это сделает если иисус сказал что он будет с нами если мы собраны во имя его то нету никаких изменений И нет никаких извинений. Такого быть не может, что он говорит, ну извините, пожалуйста, вы там собрались в Екатеринбурге, у вас какие-то там праздники, события, 27 лет церкви, да и просто вы собрали свое имя мое. Ну вы знаете, у меня такие серьезные межгалактические проекты, я сегодня слишком занят. Как-то это воскресенье, может быть, следующее, но это воскресенье как-то без меня. Нет-нет-нет, мы знаем, что он здесь. Мы знаем, что он среди нас. Откуда мы знаем? Он сказал, и он отвечает за свои слова. И одно быть рядом с Иисусом, одно быть в Его присутствии, а совершенно другое быть затронутым. И прикосновение Господа, оно имеет такое преображающее влияние. Не все люди, которые были рядом с Иисусом, менялись, но все люди, к кому прикасался Иисус, переживали изменения. И давайте позволим Господу, который сегодня здесь, на этом месте среди нас, позволим прикоснуться к нашей жизни, как своим Духом и Своим Словом. В Евангелии от Марка 6, глава 34 стих, мы читаем следующее. «Иисус увидел множество народа и жалился над ними». Жалился. Это не просто эмоциональные, чувственные переживания. Это желание помочь. Сострадание Иисуса – это всегда было желание помочь. Жалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыра. И слава Господу, что у вас есть пастыр. Давайте поблагодарим Господа. Люди, которые не имеют пастыра, которые лишены пастырского внимания, попечения, они достойны чего? Сожаления. И это огромное благословение, что у вас есть пастыр. И у вас хороший пастыр. Я бываю в разных церквях, иногда, когда я приезжаю в некоторой церкви, я думаю таким образом. Чем эти люди так провинились перед Господом, что Он их так наказал таким пастыром? А бывает иногда, это редко бывает. Но в большинстве случаев, я думаю, чем эти люди так угодили Господу? Вот я о вас думаю. Чем вы так угодили Господу, что Бог благословил вас таким замечательным пастыром? Аминь. И Он жалился над ними и начал что? Учить их много. Иисус не только замечал людей, но Он обращал внимание на их нужды, на их ситуации, на их потребности. Он не только замечая, отмечал для себя где-то в своей записной книжечке, но Он делал все, чтобы помочь людям. И как Иисус помогал людям? Он делал преимущественно две вещи. Когда Он хотел помочь людям, что Он делал? Молился за людей. И второе, на что мы не так часто обращаем внимание, Он учил людей. То есть желая помочь, Он учил людей. Хороший пастырь – это тот, кто снаряжает или оснащает, или служит людям словом. Иисус, написано здесь, учил их. Он не просто делился словом, которое могло помочь им в текущей какой-то ситуации, в которой они сегодня или вчера оказались. Он снаряжал их словом. То есть учение – это было как оснащение. Он давал им слово для того, чтобы впоследствии с любыми обстоятельствами и ситуациями, которые происходили в их жизни, они могли справиться. И не всегда проповедь, она для того, чтобы разобраться с нашим прошлым. Очень часто она для того, чтобы обеспечить победы в нашем будущем. В Евангелии от Матфея, 13 глава 3, там сказано, что Он не просто их учил много, Он учил их притчами. То есть Он использовал обычные повседневные истории для того, чтобы людям показать. Они спрашивают впоследствии Иисуса, зачем ты учишь нас притчами? Иисус отвечает, говорит, для того, чтобы вы понимали тайны Царства Божьего. То есть, другими словами, для того, чтобы вы понимали. Во-первых, что Бог действует в вашей жизни. И Бог не есть Бог церковного или храмового служения. Он действует в вашей повседневной жизни. Бог может проявить себя и хочет проявить себя в любой повседневной ситуации. И Он учил их что? Притчами, давая понимать им, как Бог действует в нашей с вами жизни. Как принципы Царства Божьего появляются в нашей жизни. И Он учил много, много, много притчами. Притчи Иисуса отличались простотой и в то же время невероятной глубиной. Каждый раз, когда лично я обращаюсь к притчам, казалось бы, читая эти истории, все находится на такой поверхности. Все лично для меня, в отличие от учеников, которые были рядом с Иисусом, все понятно. Но каждый раз и в этой простоте есть какая-то невероятная глубина откровений Божьих. Дорогие друзья, я думаю так, что притчи Иисуса условно можно разделить на две части. Первая группа – это притчи широко известные и популярные. Они известны почему? Потому что на них очень часто обращают внимание. На основании этих притчей есть много проповедей и различного рода произведения искусства. Но есть вторая категория притч, и это не делает эти притчи менее значимыми и полезными для нас. Но вот они оказались во второй категории притч. Притчи непопулярные и малоизвестные. Но опять же, по простой причине. Почему? Потому что в своих проповедях, в своих посланиях мы редко обращаемся, и в своем прочтении Евангелия мы редко обращаемся к этим притчам. Вот если бы я сегодня, вот прямо сейчас проповедовал вам, стоя здесь на основании одной из притч, скажите мне, пожалуйста, с какой категории я бы выбрал притчу из притч широко известных, часто проповедуемых, или я бы проповедовал сегодня на притчу, на которую очень редко обращают внимание и мало говорят и проповедуют. С какой категории? Второй. Мне бы тоже так хотелось. Но, увы, у меня буквально не так давно произошла история, я прочитываю Евангелие, и Господь обратил мое внимание на одну очень известную притчу. А среди известных притч, вот выделите, пожалуйста, две, ну максимум три, вот самые-самые, что не есть на ваш взгляд популярные притчи. Серьте ли? Блудный сын? Ну и хватит. Вы вообще не отличается от других верующих. Эти две притчи, притчи о сеятеле и о блудном сыне, они на самом деле в топе. Они вот всегда вот как бы среди верующих, если я спрашиваю, какие вот самые известные, вот притча о блудном сыне и о сеятеле. Иногда говорят о сеятеле, номер один о блудном сыне, как у вас на месте номер два, а иногда наоборот. Так вот, недавно, перечитывая одну из известных притч, это была как раз именно притча о блудном сыне, Господь начал не просто обращать мое внимание на некоторые детали в этой истории, а побуждать меня. И я начал говорить, Господь, даже не ел этого. Я больше на притчу о блудном сыне проповедовать не буду. Почему? Потому что у меня уже есть три проповеди на основании этой притчи, потому что я знаю многих проповедников, и у нас перед этим как раз был проповедник Нижневартовской церкви, который как раз и проповедовал на притчу о блудном сыне. Тем не менее, есть то, что есть. Сегодня я буду вам проповедовать именно на эту притчу. Надеюсь к взаимному нашему благословению. Широко известная притча. Ее преимущество так и называют притчу о блудном сыне. Но есть те, которые говорят, есть те, которые говорят, вы знаете что, это неправильно называть эту притчу о блудном сыне, потому что центральная личность в этой истории, это не вот этот блудный нерадивый сын, а это любящий отец. Поэтому правильно было бы назвать эту притчу о любящем небесном отце. А кто-то говорит, да что значит о любящем небесном отце? Вы знаете, вот старший брат, да, он затмил и младшего сына, и своего отца своим отношением, поведением. Поэтому было бы неплохо эту притчу назвать «Притча о религиозном брате». А я предлагаю вам еще одно название. Притча о восстановлении семейных отношений. Я напомню сюжет вам этой истории. Это Лука, 15 глава, и мы можем читать с 11 стиха. Евангелие от Луки, 15 глава. Вы слышите меня хорошо, нет? 15 глава, с 11 стиха. Еще сказал, у некоторого человека было два сына. Итак, давайте кратко вспомним. Я исходя из того, что вы знаете эту историю, много раз читали, помните какие-то особенности, детали этой притчи. Но давайте просто вспомним сюжет этой истории. У отца два сына. Соответственно, старший и младший. По прошествию какого-то времени младший сын обращается к отцу с весьма необычной для того времени, для той ситуации, для той культуры, в том формате отношений, которое тогда существовало в семье. Обращается с просьбой, чтобы отец дал ему часть имения, которое ему положено. Теперь, дорогие друзья, сразу хочу сказать вам, что иметь право на что-то и иметь опыт – это разные вещи. Очень часто мы оперируем к праву, не имея никакого опыта. Право у нас есть. Получить свою часть имения. Но вот опыта, понимания или разумения, как использовать эту часть имения для того, чтобы это стало и для нас, и для других благословений, у нас нет. Поэтому нам нужно пользоваться не только тем правом, которое у нас есть. Вот я христианин, у меня есть вот эти права. Но и быть с людьми, которые имеют опыт и помогут нам. Но тем не менее, тем не менее, он просит, обращается с этой необычной просьбой. Отец дает ему часть имения. Заметьте, что он попросил что? Не отдать ему, а разделить. То есть сначала отец разделил имение, и он оставался в доме. То есть, скажем таким образом, он с самого начала преднамеренно увел отца в заблуждение. Потому что если бы отец знал, что он продаст часть имения, изобрет, уйдя в какую-то дальнюю страну, может быть, отец бы принял и другое решение. Но тем не менее, произошло то, что произошло. Отец разделил, а по прошествии, так написано в этой притче, по прошествии некоторого времени он продал это имение, взял ту часть, которая ему досталась, ушел в дальнюю страну, жил там беспутно, распутно, все промотал, все протерял, опустился, бомжевал, и потом через какое-то время пришел в себя. То есть, у него такой момент духовного прозрения или покаяния наступил, и он возвращается обратно, и отец его встречает, принимает, обнимает, дает ему одежду, и по поводу его возвращения устраивает пир. И это превзошло ожидание младшего сына, потому что он нам меньше рассчитывал. Послушайте, у Бога всегда есть больше того, о чем мы думаем, на что мы рассчитываем, на что мы помышляем. И казалось бы, все хорошо, потому что конфликт или проблема внутри семьи решена, но решение одной проблемы в семье породило другую проблему. Было бы так, знаете, вот неплохо, когда мы решаем одну проблему, и все на этом заканчивается, но очень часто решив одну проблему, мы больше знаем или получаем другую проблему. И тогда получается следующим образом, когда отец позвал, сначала посылая слуг, а потом лично пошел, позвал старшего брата, старшего своего сына, чтобы он разделил радость по поводу покаяния младшего брата, он не захотел прийти, не захотел участвовать. И если мы будем читать эту историю, если мы будем читать эту историю, то мы увидим, что старший сын, он, когда разговаривал с отцом, он упрекает не младшего брата, он не говорит, а я не хочу прийти, потому что он плохой, он упрекает кого? Отца. То есть его упреки звучат не в адрес неправильно поступавшего младшего брата, его упреки звучат в адрес отца. То есть он не просто не хотел, он не просто не хотел принять своего распутного, потерявшего часть имению брата, он не хотел поднять своего отца. Дорогие друзья, во-первых, я хочу обратить ваше внимание, что эта история, притча, это ответ Иисуса на адрес, или в адрес тех упреков, которые звучали по отношению к Нему со стороны фарисеев. Посмотрите, как написано в начале этой главы, первый стих. Евангелие от Луки, 15 глава, первый стих. Приближались к Нему все мытые и грешники слушать Его. Казалось бы, что здесь плохого? Но фарисеи и книжники роптали, говоря, Он принимает грешников и есть с ними. Он сказал им в следующую притчу. Кто из вас? Запомните эту фразу. Кто из вас? То есть другими словами, Он апеллирует к нам. Он говорит, что вот это должно быть нормой нашего поведения. И я знаю, что мы очень сильно, как бы, любим притчу о блудном сыне по одной простой причине. Потому что мы отца в этой истории отождествляем с Богом, а блудного сына отождествляем с собой. И мы хотим, нам это очень важно и нужно, мы хотим, чтобы Небесный Отец поступал с нами так. А мы очень часто оказываемся, ну, если не до такой степени, но хотя бы приблизительно, в такой же ситуации, как нерадивый сын. То есть не очень, ну, или периодически мы оказываемся в состоянии не очень хорошего сына или дочери. И мы бы хотели, все время зная, что Отец может поступить с нами, и поступить именно так, как Отец блудного сына повел себя в отношении того, кто возвращался обратно к Нему. Но правда такова. Конечно же, этот Отец, Он отражает то, что есть в сердце нашего Бога. Это бесспорно. Но правда такова, что эта история, которую рассказывает Иисус, она не история о нашем взаимоотношении с Богом, это история о взаимоотношении в семье. Это история о взаимоотношениях в семье. Это не история моего отношения с Богом, это история о взаимоотношении отца с сыновьями, сыновей с отцом и братьев между собой. И вот это ключевое слово. Кто из вас? Смотрите, что делают фарисеи и книжники, когда Иисус принимает грешнику? Они говорят ему, упрекают его, говорят, знаешь, что ты делаешь? Ты занимаешься попустительством. Ты неправильно поступаешь в отношении тех, кто согрешает. Ты позволяешь им быть рядом с тобою, а этого не должно быть. Послушай, если ты не изменишь свое отношение к ним, если ты не будешь более строго, более радикально, более неправильно поступать в отношении тех, кто поступает неправильно, знаешь что? Ты будешь утверждать их в том, что жить в грехе правильно. Я не хочу анализировать все детали подобных утверждений, но правда жизни в том, что сколько фарисеи и книжники, людей за неправильные поступки не упрекали, люди не менялись, а вот просто пребывание с Иисусом, общение с Иисусом, прикосновение Иисуса меняло людей. И я верю, я не знаю как насчет вас, я верю в преображающую силу любви. Проявленная, теперь послушайте меня, потому что мы по-разному себя представляем, как любовь проявляет себя проявленной снисхождением. Итак, я хочу отметить, что эта история именно о взаимоотношениях, вот земных взаимоотношениях между близкими людьми, и мы в церкви, и мы близкие люди. Между близкими людьми. Я знаю, что нам бы хотелось, чтобы те отношения, которые требует от нас Бог, проявлял только Бог к нам. Нам так иногда хочется те ответственности, которые возложил на нас Бог, обратно возложить на Бога. То есть, я согласен, что Бог ко мне так должен относиться, но извините, пожалуйста, к тебе я не так должен относиться. А это история о том, как мы должны относиться именно друг к другу. Конечно же, Бог к нам так относится. Но еще раз, это не просто свидетельство того, как Бог относится к нам, это утверждение того, как мы должны относиться друг к другу. Повернись к тому, кто рядом с тобой, и скажи, это история о том, как я должен относиться к тебе. Вы скажете, ну а как насчет, как насчет Бога? Конечно, Бог в этой истории присутствует. Бог в этой истории присутствует. Помните, когда младший сын, возвращаясь, сначала в себе, а потом он и отцу, говорит следующие слова. «Я согрешил против неба, и перед тобою, и уже не достоин называться сыном». Против неба. И мы знаем, что иудеи, евреи, они старались избегать частого употребления имени Бога. Поэтому, когда они говорили «небо», «небеса», «Господь», это имелось в виду, что Бог, младший сын, понимал то, чего мы, к сожалению, будучи годами верующие, никак понять не хотим. Он понимал следующие вещи, что если я поступаю неправильно по отношению к тебе, то я грешу против Бога. Когда я поступаю неправильно по отношению к тебе, я становлюсь виновным перед Богом. Широко распространенная практика, такая практика, христианских взаимоотношений таким образом. Знаешь, что я с Богом, с Богом у меня все хорошо, а то, как с тобой, меня вообще не беспокоит и не волнует. Когда я еще раз поступаю неправильно в отношении тебя, я становлюсь виновным перед Богом. И он говорит, я не достоин, я не достоин называться сыном. Вернемся к старшему брату и его беседе с отцом. Когда они начинают говорить, когда они начинают беседовать, еще раз хочу отметить, старший сын, он отказывается напрочь понимать отца. причина, я скажу вам на поражение, у меня это было немного позже в проповеди. Причина почему? Потому что он не стоял с отцом и не ждал своего брата. И отец не просто там праздно стоял и смотрел вдаль и ждал. Это было молитвенное предстояние. Дорогие друзья, как бы мы не были связаны друг с другом, естественно, насколько бы мы не были близки друг с другом, естественно, если мы не будем молиться вместе, мы не будем понимать друг друга. Только тогда, когда мы молимся вместе, мы будем понимать друг друга. Он работал в доме отца, но он не молился с отцом. Он делал очень много для дома отца, но он не понимал в определенных обстоятельствах и ситуациях отца. «Не понимаешь пастора? Начни приходить на молитвенные служения». «Не понимаешь брата? Начни молиться за брата». «Не понимаешь мужа? Начни молиться за мужа». «Не понимаешь детей? Начни молиться за детей». Но еще раз, он отказывался напрочь понимать вот это отношение отца к Фаисе и отказывались понимать действия Иисуса. Почему? Потому что можно было простить сына младшего брата в дом, но с каким-то хотя бы минимальным наказанием. А здесь никакого наказания, сплошное прощение. И знаете что? Проблема была не в том, что младший сын потратил половину бюджета семейного, потратил половину имущества, астратил половину имущества семьи. Знаете, деньги приходят и уходят. Имущество это дело наживное, а вот репутация, особенно в то время, это совершенно другое. Младший сын, он не просто расточил, он подверг позору семье. Я жил в такой среде, где авторитет в семье имел значение. Поэтому любые действия, поступки, например, выпившего отца или какого-то брата или сына, который что-то там совершал, какие-то преступления, они ложились пятном, позором на семью. И младший сын, еще раз, он не просто расточил все, он опозорил семью. Он сын, он сын буйный и нерадивый. И то, как он повел себя, а как он повел себя? Он ушел из дому. Да что это, что это, что это, ушел из дому. Мы тут сами молимся, чтобы наши дети уже давно поуезжали из дома, они еще никак не уезжают. Для нас, когда, многих, да, когда дети там начинают жить самостоятельно, куда уходит, ну это благословение. Наконец-то они повзрослели, наконец-то мы одни поживем. Многие, многие так рассуждают или некоторые так думают. Но здесь это было совершенно другое. Потому что в том историческо-культурном контексте, когда сын приходил к отцу и просил у него часть имения, а тогда наследник мог вступить в свои права и получить свою часть только тогда, когда умирал тот, кто предавал наследие. То есть, когда он пришел к отцу и сказал, я хочу получить свою часть, наследие сейчас, это выглядело следующим образом. Знаешь что? Я уже устал ждать, когда ты умрешь. Я не хочу. Что это за идея счастья после смерти? Я не хочу быть счастливым после твоей смерти. Я хочу быть счастливым сейчас. Я не хочу благополучия потом. Я хочу благополучия здесь и сейчас. И это уже было позором для семьи. Но еще раз отмечу, он не просто получил часть имения, он его продал. Если бы он получил. И это не было так, что как сегодня. Часть имения это деньги на счет перекинули. Часть имения это была земля, это были постройки. И это были орудия производства на этой земле. Для израильтянин тогда это выглядело следующим образом. Чтобы вы понимали, о чем идет речь, в Ветхом Завете есть одна история. Я напомню ее вам для иллюстрации. Это история из третьих царств, когда царь Ахав решил расширить свои виноградники, присмотрел кусок земли, который межевал с его землей. И эта земля принадлежала несостоятельному, небогатому израильтянину по имени Наруфей. И эта земля даже не просто ему принадлежала, она была не совсем ухоженной. И тогда это был такой как бы средний виноградник. И тогда царь Ахав, во-первых, он уже проявил такую щедрость, обращаясь на Уфею, прислал к нему и сказал, знаешь что, давай сделаем следующим образом. Отдай мне свой виноградник, свою землю, которая принадлежит тебе, потому что это для меня как раз будет хорошо присоединить к своей земле. Отдай мне, я тебе взамен дам хороший виноградник, вообще хороший виноградник. Представьте себе, кто-то приходит к тебе и говорит, слушай, вот мне нужно расширить магазин на первом этаже. И твоя однокомнатная хрущевка, да, как бы скажем, как раз примыкает к моему магазину. Можешь ли ты мне продать? И ты такой, нет, не продам. А он говорит, смотри, что мы сделаем. Я тебе куплю трехкомнатную квартиру взамен. В хорошем, вот в соседнем новом доме. И еще заплачу, так, вот так, как царь Ахау, еще заплачу стоимость этой квартиры. Есть кто-нибудь из вас, кто бы отказался? Потому что через нашу квартиру мы никак не осуществляем связь с Богом, с призванием и с божественным наследием. А Навуфей на такое предложение ответил Ахау следующим образом. Как, будучи израильтянином, ты мог не просто это предложить мне, ты как мог подумать, что я человек, который опустился до такого уровня, чтобы то наследие, которое у меня есть не просто от отцов, потому что у израильтянина откуда была земля? От Бога. То наследие, которое было у меня от Бога, я променял и отдал. Да никогда в жизни. Как ты мог это допустить? Даже не мне предложить, а допустить это себе в мыслях. Другими словами, когда младший сын продал имение, конвентировал эту землю, имущество в деньги, он заявил следующее. Знаете что? Меня вообще не интересует никакая ни царковь, ни ваше родство, ни Бог, ни призвание, ни служение. Мне это вообще не интересно, я не хочу с вами иметь никакой связи. И когда сын ушел из дому, а в той семье, когда было два сына, это были великие риски. Смертность была высокой, были великие риски. Он сказал таким образом, и отец, я тебе хочу еще следующее сказать. Не рассчитывай, что в старости кто-то подаст тебе воды. На меня можешь не рассчитывать. Я не позабочусь о тебе в старости. И это то, что называлось сын буйный и сын нерадивый. Из-за этого в Израиле было не просто наказание, но побывание насмерть. И вот почему, когда младший сын... Вы со мной еще или нет? Хорошо. Вот почему, когда младший сын возвращаясь, а отец стоял и ждал его. Вот почему, когда отец увидел его... Есть несколько чудес в этой истории. Первое чудо, это отец его увидел. Когда он был еще далеко. И моя молитва о том, чтобы Бог дал нам это сердце. Видеть в детях Божьих тех, которые далеко. Или видеть детей Божьих тех, которые еще далеко. Потому что, дорогие друзья, мы знаем, что среда и время меняют людей. Я помню, когда меня призвали в армию, меня призвали, я был до службы, был полненький такой, как бы весь упитанный. И когда меня призвали в армию, а я служил в морской пехоте, и за год до отпуска я так похудел, что когда я вернулся в отпуск, меня узнавала только мать. Больше никто узнать не мог. Помню сосед Иван Иванович, он такой... Я с ним здороваюсь, он спрашивает, это ты кто? Я думаю, что он шутит. Я говорю, Иван Иванович, ну как то я? Вот Василий, Витюк. Он говорит, это не ты. Но я говорю, нет, это я. И мать вышла, и он увидел мать и спрашивает, это Василий что ли? Обстоятельства и время меняют людей. Так вот, представьте себе, а это невозможно увидеть физическими глазами. Это возможно было увидеть только сердце. И нам нужно этот взгляд сердца. Представьте себе, когда он еще был далеко, легко было узнать сына, если бы он соответствовал тому, как он выглядел на фотографии до того, как он ушел. А в этом лохматом, грязном, оборванном, непричесанном, может быть, избитом, израненном, вот, путнике, увидеть своего сына, это не каждому дано. И, дорогие друзья, я вам скажу так. Это очень важно для нашей церкви, для наших церквей. Сегодня так много тех, кого мы видим оборванными, выглядят не так, не так, как мы причёсаны, не так, как мы выглядим, не так себя ведут. Знаете что? Это дети Божьи. Они еще на пути к своему покаянию. Но если мы их не увидим, как детей Божьих, если мы не выйдем им навстречу, если мы не побежим им навстречу, то это будут просто путники, которые в очередной раз проходят мимо нас. Когда отец увидел его, отец побежал, побежал и обнял его. Но я себе еще могу представить, обнять, да, ну еще, ну побежал там, сказал, сын, хорошо, что ты вернулся, ну еще обнять. А представьте себе, он-то возвращался откуда? С венофермы. Без всякого душа. Как его еще обнять? Ну еще обнять можно вот так. Ну а поцеловать? Он же не поцеловал его. Я сказал в самом начале, что это история о взаимоотношениях между земными, близкими людьми. И эта история имеет непосредственное отношение к каждому из нас. И это как бы божественное предложение, может быть даже и требование, то, как мы должны относиться друг к другу. И я хочу сказать вам, что, во-первых, поведение отца в отношении своего сына в этой истории, оно вообще нетипично для нас с вами. Абсолютно нетипично. Потому что отец не делает в отношении своего сына то, что обычно делаем мы. вы заметили, что номер один, он не ругает сына, уже не говоря о том, что он его не избивает. Никакого физического наказания он не ругает, не избивает, не унижает, не выставляет требования, не высказывает никакие подозрения, не говорит, я знаю, зачем ты вернулся. не говорит, вот ты такой нерадивый. То есть набор привычных, привычных штампов, которые у нас уже есть в отношении тех людей, которые что-то сделали не так по отношению к нам, он не применяет. Он не делает вообще ничего из того, что мы делаем, он не делает. Он просто его обнимает и все. Целует и все. Кто из вас, например, если вы послали своего ребенка, ну, иллюстрация с моего детства, если вы послали своего ребенка, дали ему бетончик, поставили его за молоком, дали ему денег, он пошел, так я в детстве делал, пошел, пошел за молоком, и мать еще говорит, давай быстрее, потому что все уже тут, уже готово, нужно быстро молоко, давай, пошел, что быстро за молоком, час нету, два нету, три нету, четыре нету, вечером приходит грязный, оборванный, вымазанный футбол, играл все не бидончика не денег нету а мы такая открывает дверь говорит хорошенько и пришел ну иди сюда тебя поцеловала суши не быстро помойся и кушать я уже все приготовила иди кушай и не спрашивает нигде бидончик нигде енди нигде был не почему вымазался не не говорит о том что придется все это стирать вы знаете такие истории выгод нет это фантастика это из разряда нет это не из разряда фантастики это из разряда сверхъестественной жизни христианина а он ничего не делает не упрекает вообще я тут читал книжечку по возрастной психологии и там было так написано что современные ученые они сделали там в результате многих экспериментов и исследований сделали заключение что вот если ваш ребенок повинился то вы ни в коем случае не ругайте его если вы хотите чтобы произошли изменения да не ругайте не бейте не кричите на него я читаю и думаю послушайте так чему ученые пришли только сейчас иисус уже нам порекомендовал 2000 лет назад иисус уже нам это давно порекомендовал мы стоим проблема взаимоотношений с близкими людьми мы стоим они там где-то в грехе ведут себя неправильно это нас сильно беспокоит мы свое беспокойство выражаем молитвах просьбах молимся и говорим господу господу господь прости его не умени грехов вини ему даем покаяние не вспоминай грехов его больше ты видишь какой ты видишь как он себя повел но дай ему покаяние и знаете что полу почему мы не имеем конечного результата или так так называемая помощь бога обрывается посредине потому что мы когда молимся говорим богу одно а когда встречаем тех людей которые возвращаются к нам мы им говорим совершенно другое не то что говорим богу мы говорим богу прости их а когда они приходят мы демонстрируем полностью своими словами и своим отношением непрощение из-за того что мы говорим богу одно о людях за которых мы молимся а встречаясь с этими людьми с детьми с близкими с родными мы говорим совершенно другое мы не получаем конечного результата поэтому давайте будем людьми целостными в наших взаимоотношениях если мы уже сказали богу прости то своих отношениях к людям которые сделали что-то не так давайте будем демонстрировать прощение если мы сказали богу прими их обратно то давайте будем демонстрировать отношение принятости дорогие друзья я слышал много посланий на эту на эту на эту притчу и когда говорят говорят вот самые ценные смотрите вот самые ценные в этой истории что происходит что вот этот сын который был блудный и вот отец вот для нас небесный делает тоже знаете что самые ценные три вещи номер один перстень который дал ему отец номер два одежду которую он надел отец номер три пир который устроил по поводу его возвращение в своем доме отец я скажу вам так не это самое главное в этой истории самые ценные не перстень не одежда и не праздник не стол а самые ценные поцелуй самые ценные объятия и поцелуй отца я знаю немало родителей которые говорят таким образом а что я могу дать своим детям я не могу не перстень на них одеть не хорошо их не перстень дать то есть не современные какие-то гаджеты или я не знаю атрибуты для того чтобы дети чувствовали себя хорошо в той среде в которой они сегодня общаются не могу нормально их одеть не могу нормально им праздники устраивать никогда никуда не сводить не ничего особого для них сделать ты можешь глядать больше чем ты даже думаешь ты можешь сделать то в чем они на самом нуждают деле нуждаются и это касается не только детей это касается любых ближких людей вокруг нас ты можешь обнять ты можешь поцеловать самые ценные в этой истории еще самые ценные это не одежда от отца это его объятия и поцелуй и дорогие друзья что делает отец когда он видит он бежит навстречу своему сыну почему он бежит потому что он понимал если кто-то раньше чем он распознает в этом грязном путнике его сына то тогда в соответствии с законом он может взять камни и побить его на смерть поэтому отец побежал чтобы никто другой раньше не не обнаружил нам сыне отец обнял защищая его и поцеловал демонстрирую его принятость и после этого никто уже не имел права побивать его камнями после прощения после того как отец меня поцеловал после того как отец меня обнял никто не имеет права больше побивать меня камнями после того как отец меня простил никто не имеет мне больше права обвинять после того как отец меня уже больше не упрекает никто не имеет права меня упрекать но это была цена цена дополнительная цена репутации Почему? Потому что отец блудного сына, он был старец, он был почтенный человек, и это означало, что как уважаемый почтенный человек в той культуре, он не должен демонстрировать никакой суеты, никакой спешки, никакой беготни, он не должен был никуда бежать. А для того, чтобы бежать, помните, признак такого внешнего почтения, это было расширенные одежды, вот фарисеи, они расширяли одежды, чтобы демонстрировать, что они особо почитаемые, особо уважаемые. Это означает, что когда он шел, то его одежда тянулась по земле, и поэтому для того, чтобы побежать, а это была не спортивная дорожка, а каменистая какая-то тропинка, для того, чтобы побежать, ему нужно было поднять полы одежды. И как только он оголил свои ноги, он подверг себя дополнительному позору. Что это означает? Что отец вообще не заботился о своей репутации, не в своем статусе, а в своем положении. Он только думал об одном – как защитить своего сына. Но вернемся к старшему. У нас еще есть несколько минут. Вернемся к старшему сыну, старшему брату. Старший брат в беседе с отцом, не желая понимать отца, упрекая его, говорит ему, а я не пойду. Я не хочу разделить эту радость. Почему? Потому что он виновен. Виновен в чем? Виновен в том, что он опозорил и тебя, и меня. Он опозорил и тебя, и меня. Из-за него я не могу нормально выходить на улицу. Из-за него. Я не могу иметь нормального с другими общения. Он виновен. Он виновен. И, дорогие друзья, вы знаете, в чем особенность вот этой ситуации? Она заключается в том, что старший брат, который обвинял младшего, сам был в этом виновен. Теперь он был сам в этом виновен. Почему? Потому что то, что сделал отец, и делая это, он подвергал себе позору, должен был сделать старший брат, и это бы не было позором, а было бы проявлением правильного отношения. Это он должен был стоять с отцом, и когда отец увидел, он Бог не увидел, это он, старший брат, должен был побежать, это он, старший брат, должен был обнять, это он должен был привезти к отцу. И это была естественная ответственность его, как старшего брата. Я так благодарен Господу за то, что у меня был старший брат в детстве, но он и сейчас есть, в детстве, когда я рос. Это такое благословение, когда у тебя есть хороший старший брат. И он был не просто старший, у них была там такая своя компания, они там всех пугали, шугали, район держали, и поэтому я чувствовал себя так хорошо и спокойно. И если кто-то на меня, ну, из немного старших наезжал, я сразу говорил, а я скажу брату. И мои родители, как преимущество, большинство родителей того времени, они постоянно были на работе, поэтому ответственность за мое воспитание и мою безопасность лежала на старшем брате. Поэтому, когда я делал что-то не так, это означало, что брат за мной не смотрел. И недостаточно мне внимания уделял. И каждый раз, когда становилось известно, что я сделал что-то не так, я вам скажу по секрету, брат меня защищал. Ну, он сейчас защищал по другой причине, потому что я знал некоторые тайны, которые он не хотел бы, чтобы я родителям рассказал. Но это уже другая история. Это другая история. Вы скажете, да он не отец, он только старший брат. Дорогие друзья, помните книгу «Бытие» или «Бытие». Господь приходит к Каину и говорит «Где брат твой?» А Каин говорит «А я что, старший брата?» И почему-то не вопрос Господа, а ответ Каина стал основой для руководства и поведения многих христиан. Дорогие друзья, Бог никогда с нас не спрашивает ничего, если это не является нашей ответственностью. Это была позиция Каина, но не положение от Бога. Если Бог спросил Каина, где твой брат, это означает, что Каин был ответственен за своего брата. Отец, а почему ты позволил уйти своему младшему сыну? Но этот вопрос можно также адресовать и старшему брату. А ты где был? А ты почему молчал? Как часто мы слышим в церкви упреки в адрес пастыря? Вот, а он там, вот этот человек ушел, этот не пришел, этот потерялся, и пастырь не выясняет, не интересуется. Там, может быть, выясняет, интересуется. А вопрос, а ты почему не интересовался? А ты, брат, сестра, почему не спрашивал? А ты почему не ходил? Ну, это ответственность отца, это ответственность от пастыря. Дорогие друзья, это ответственность от старшего брата. Знаете что? Я верю, что церковь созидается дарами, но я верю, что церковь созидается и отношениями. Поздравляю вас с 27-летием. Церкви нужны апостолы, учителя, пророки, евангелисты. Это дар и служение. Но церкви нужны еще хорошие братья и сестры, и это отношение. Мы хотим иметь хорошего отца, и у нас есть хороший небесный отец. Но знаете что? Мы еще должны быть хорошими братьями и сестрами. Хорошими братьями и сестрами. Хорошими братьями и сестрами. И у меня есть родной, как я уже рассказывал, благословение для меня в детстве, в юности, мой старший брат. Но я так рад, что у меня есть замечательный старший брат, который оказался очень хорошим сыном. Он не просто оказался хорошим старшим братом, он оказался хорошим сыном. Но он и хороший брат, потому что он хороший сын. Это Иисус. Это Иисус. Он был хорошим сыном. Послушайте, если бы нужно было выбежать мне навстречу, если бы из-за меня нужно было подвернуть себя позору, отец бы это сделал. Отец бы это сделал. Но Иисус, будучи хорошим сыном, сказал, отец, ты пребывай в славе, ты пребывай в чести, ты пребывай в почтении, а я возьму на себя позор этого земного служения. Я выйду к ним навстречу. Я так благодарен Иисусу, что он, будучи моим старшим братом, когда увидел меня, он побежал мне навстречу. И знаете что? Что такое Голгофский крест, на котором избивали Христа? Это его объятие. Потому что меня должны были избивать. Потому что меня должны были распинать. Потому что меня должны были за мои грехи и преступления бичевать. Но он защитил меня от этого. И Писание говорит, что по сегодняшний день он является тот, кто ходатайствует за нас. Кто будет обвинять нас? Иисус вышел навстречу нам. Он обнял нас. И он что? Ходатайствует за нас. Он ходатайствует за нас. И он, что значит ходатайствует? По сегодняшний день он ведет себя, как хороший старший брат. Берет нас за руку. Идет к отцу. В очередной раз идет к отцу. Как нормальный брат приходит к родителям и говорит, ну что с него возьмешь? Он еще маленький. Он еще не вырос. Он еще не все понимает. Он повзрослеет, все будет хорошо. Послушайте, я с ним поработаю. Я с ним позанимаюсь. Я помогу ему измениться. Я помогу ему стать другим. Это наш Иисус. А послание во именном послании евреям сказано об этом. Он сегодня заступается за нас перед Отцом. И каждый раз, когда мы делаем что-то не так, он как старший брат. Через него мы имеем доступ. С ним мы имеем доступ к отцу. Приходит к отцу и говорит. Конечно, нужно было себя ему вести по-другому. Но я с ним поработаю. Я с ним поработаю. Это Иисус. Но мы тоже являемся друг для друга старшими или младшими братьями и сестрами. Тело Христа, царьковь сегодня, как никогда. Я просто чувствую это очень сильно. Может быть, это мое такое обостренное чувствование. Может быть, это не совсем истинно для всех. Но я скажу то, что я чувствую. Тело Христа сегодня, как никогда, нуждается в пророках, учителях, апостолах. Сегодня так много акцента на том, что пришло время пророческого служения, пророческого дара. Я хочу сказать вам, может быть, действительно так. Но я чувствую, что пришло время настоящих братских, сестринских отношений. Я чувствую, что мы сегодня, как никогда, мы даже с пастором Виктором разговариваем. И мы друзья. И мы осознаем, какое благословение, что у нас есть друзья. И мы друзья. И мы можем быть хорошими братьями друг для друга. Просто хорошими братьями друг для друга. Защищать друг друга. Без всяких последствий. и без всяких бонусов для себя, просто хорошими братьями, я верю, что тело Христа сегодня как никогда нуждается, мы нуждаемся в хороших братьях, старших братьях и хороших старших сёстрах. Аминь. Что вам пожелать в 27 лет? Как царьки, как царьки. Будьте местом не просто чудес, не просто знамений, не просто сверхъестественных откровений, потрясающих дорог для служения. Да, будьте такими, но будьте местом божественных отношений. Мы пересекаем какой-то рубеж, благодарим за то, что было и определяем то, к чему мы стремимся. Я не апостол и не пророк, чтобы определять ваши цели и задачи, но стремитесь к тому, чтобы быть подобным Иисусу. Именно в этом отношении, в этом служении. чтобы быть благословением для кого-то, как Иисус стал нас для благословения, став нашим старшим братом. Аминь. Музыканты, кто-то придет. Аллилуйя, Иисус, соль он будет еле. Драгоценный Господь. Давайте поднимемся вместе с вами на минутку. В Библии есть такое понятие или определение, как тайна, таинство. Таинство – это не всегда непонятно происходящее. А таинство – это непонятно, как вот это происходящее производит вот такой результат, потому что, очевидно, такого не должно быть. И книжники и фарисеи, которые упрекали Иисуса, и в ответ на этот упрек, как мы уже говорили, Иисус рассказывает эту поучительную для нас историю о семейных взаимоотношениях. Они говорят таким образом. Знаешь что, Иисус? Иисус, если ты будешь вот так вот попустить и сном заниматься, если ты не будешь вот так вот рубить и обличать, если ты не будешь им на все их грехи указывать, я не говорю, что не нужно грешника обличать, но, дорогие друзья, грешника нужно не обличать, грешнику нужно помогать. Обличать грешника годами, и при этом он не меняется, это не помощь. Нам нужно помогать. И я не могу понять, как это работает. Вот спросите, это вот как раз из разряда вот этого таинства, от этой тайны. Как это работает? Как это сработало в доме Захея? Ну, что Иисус говорил, что это привело? Да ничего ему не говорил. В чем Иисус? Иисус упрекал ему, не упрекал, какие-то счета выставлял, не выставлял, вообще непонятно, как это произошло. Я предполагаю, что Захей, как никто другой, больше всего слышал обличений, больше всех испытывал на себе такое унизительное, призрительное, да, отношение, взгляды, которые должны были поддемонстрировать ему, ты не такой, стань другим. Но ничего не меняло в его жизни. Ничего не меняло в его жизни. Как так? Ну как? Это же тайна какая-то. Это же какое-то божественное таинство. Как? Птица выбыжал навстречу, обнял, поцеловал. Ничего, 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 просто ничего не сказал, просто обнял, поцеловал, и сын стал другим. И сын стал другим. Преобразующая сила божественной любви это тайна, это таинство. Механизм непонятен, а результат очевидный. Драгоценный Господь Иисус, спасибо Тебе за это святое особое время, когда мы пребывали в Твоем Слове, чтобы пребывать в Тебе. Спасибо Тебе, спасибо Тебе, что, Отец, Ты возлюбил нас, Ты возлюбил нас, Ты возлюбил нас, и когда мы были еще грешными, Ты видел нас, Ты видел нас, Ты видел нас уже своими сыновьями, дочерями. Когда мы жили еще беспутно и распутно, Ты видел нас уже своими, своими, своими наследниками, своими служителями. Спасибо Тебе за это, спасибо Тебе, спасибо Тебе за это. Драгоценный Господь Иисус, мы благодарим Тебя, что Ты был и остаешься достойным сыном, и достойным подражания старшим братом. Когда мы сегодня будем совершать причастие, когда мы будем сегодня совершать хлебопреломление, мы будем говорить, преломляя хлеб, что это есть тело Твое за нас ломимое. И сегодня, сегодня мы как раз об этом будем говорить, что на Голгофе, на Голгофе, на Голгофе, на Голгофе, когда Ты умирал, это было объятие, которое защищало нас от того наказания, которое мы заслужили, от того наказания, которое мы заслужили, от того наказания, которое мы заслужили, мы заслужили, мы заслужили. Иисус, Иисус, когда мы будем совершать хлебопреломление, мы будем свидетельствовать, что благодаря Тебе мы имеем сегодня доступ к Отцу, к престолу, к престолу благодати, благодати, благодати. Через Тебя мы можем прийти к Отцу. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Иисус. Аллилуйя, Аллилуйя. Спасибо Тебе, Иисус, что Ты вышел нам навстречу. И Ты ходатайствуешь за нас. Аллилуйя, Иисус. Я благодарю Тебя, Господь, я благодарю Тебя. Молюсь сейчас за моих братьев и сестер. Молюсь с моими братьями и сестрами за те разрушенные отношения, которые у них есть с близкими. Не имеет значения это в естественной семье или в царкви. За те разрушенные отношения, которые есть с близкими, с детьми, с родителями, с супругами. Не имеет значения с служителями в царкви или просто с братьями и сестрами. Я молюсь, Господи, сейчас, чтобы это Слово послужило, чтобы эти люди, которые нуждаются во взаимопонимании, они пришли к единству в молитве, они могли вместе молиться, они могли вместе молиться. Молюсь сейчас, Господи, молюсь сейчас, молюсь сейчас, чтобы мы были способны говорить тем, кто рядом с нами, то, что о них мы говорим в молитве, чтобы, прися прощения, мы могли прощать, Господи, чтобы молиться о милости, милости, Господи, мы сами могли явить милость. Молюсь сейчас об этом, молюсь сейчас об этом, молюсь сейчас об этом. Спасибо Тебе, спасибо Тебе, спасибо Тебе. Аллилуйя. Я знаю, Господь, что многие из Твоих детей, они сегодня ищут, многие сегодня из детей Твоих, они ищут сегодня песни или одежды. Но то, в чем они на самом деле нуждаются, это в Твоем объятии, Твоем прикосновении, в Твоем божественном поцелуе. Молюсь сейчас, молюсь сейчас, чтобы, начиная с этого момента и в грядущие дни, они могли переживать, они могли переживать, они могли переживать, они могли переживать. Прямо сейчас кто-то мог переживать. Прикосновение Твоей любви, прикосновение Твоей любви, прикосновение Твоей любви, прикосновение Твоей любви, прикосновение Твоей любви. Аллилуйя, Иисус, Аллилуйя, Иисус, Иисус, Благословение, благословение, благословение. И снова, молюсь вместе с вами за вашу церковь, чтобы церковь, которая является местом и силы, и чудес, вы будете видеть больше силы, больше чудес, ваши церкви будут подниматься в грядущие дни потрясающие дары служения, но также желание Господа. Я молюсь, чтобы это произошло среди вас, потому что это будет благословение для многих, для многих. Потрясающие братско-сестринские отношения. Потрясающие, потрясающие. Чтобы мы не просто были апостолами и пророками друг для друга, но чтобы мы еще могли быть потрясающими братьями и сестрами. Во имя Иисуса Христа, во имя Иисуса Христа, во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. И сегодня, когда мы будем совершать хлебопроломление, я надеюсь, что у каждого из нас есть осознание, что есть за что благодарить Господа. Есть за что благодарить нашего Иисуса. Он приводит братьев, сказанного в послании, во славу Отца. Во славу Отца, во славу Отца. Пастой Виктор, спасибо огромное за приглашение, спасибо за привилегию и удовольствие. Удовольствие быть вместе с вами, привилегию служить сегодня Царке. Это какое-то особое для меня благословение. Аллилуйя. Ваш праздник для меня радость. Аминь. Аллилуйя. 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 Аллилуйя.